Практически каждый учебный год в Казахстане начинается со скандала. Одним не досталось учебников, у других невкусные обеды, ну а третьи жалуются на поборы. Нынешний школьный год не стал исключением. Сразу в двух областях страны идет борьба за право учениц носить платки. Кто прав в этом конфликте и когда 1 сентября перестанет быть грустной датой и для детей, и для родителей, мы спросили у депутата-мажориса парламента Ирины Смирновой. Эта мажорис-вуман проработала в школе более 20 лет, а потому и плюсы, и огрехи нашей образовательной системы знает как никто другой. Ирина, спасибо, что нашли время в своем плотном графике, чтобы с нами встретиться, и хотелось бы начать наш разговор с темы, которая в последние дни обсуждается, пожалуй, наиболее остро. Это проблема религиозной одежды школьников. На днях в Октубе несколько родителей были арестованы за то, что пытались завести своих дочерей на уроки в одежде, которая не соответствует школьному уставу и даже угрожали педагогам. Не утихают страсти и в сельском округе Жанажол в Туркестанской области. Там скандал грянул после того, как ученицы пришли на занятия в белых платках. Вы и сами долгое время работали директором школы. На ваш взгляд, как можно решить этот конфликт, когда одни пытаются действовать в рамках закона, а другие ссылаются на нормы ислама? Мы должны, во-первых, взять за основу нашу конституцию. Это основной наш закон. В конституции записано, что Казахстан является свитским государством, и нужно исходить из этого в первую очередь. И когда мы говорим о школе, то школа отделена от религии. Это однозначно. И поэтому предполагается, что в школе не должно быть атрибутов религиозных. Кто бы ни был, все должны быть нейтральными в школе и не демонстрировать свои принадлежности к той или иной религии. В данном случае, конечно, и школа тоже нарушает правила, когда не дает девочкам приходить в школу, потому что в конституции также записано, что права на образование есть у всех. И наши дети, проживающие в Казахстане, они не только имеют право бесплатно обучаться, но они и обязаны посещать школу. И когда школа не пускает учениц в школу, в виде администрации школы, то это тоже нарушение конституции. И как с этим быть? Как бы я поступила? Я бы пригласила всех этих девочек в школу, потому что школа, она должна просвещать, она должна давать образование, воспитание, социализацию, она должна давать информацию по религиоведению, по разным религиям и должна работать с этими девочками тоже. Но вместе с тем же есть и административные единицы, есть ЭКИМАТ, который должен, есть правоохранительные органы, которые должны уже в рамках административного кодекса работать с родителями кропотливо. Это есть административные штрафы, это есть и аресты, как здесь, но это должно быть постепенно проводиться и постоянно работа. А когда ее уже довели до того, что девочки год не ходили в школу, это нарушение, уже нарушение самой школы и нарушение родителями ситуации, да, и сегодня так резко начинать действовать, то это возникает уже социальная напряженность. То есть это безграмотность и самих ЭКИМАТов на местах и самой школы. Школьное питание – еще одна тема, которая каждый год будоражит умы и родителей, и общественников. Чаще всего поднимается вопрос качества обедов. К примеру, в этом году в Западно-Казахстанской области горячее питание в расчете на одного ученика составило 150 тенге. Можно ли на эти деньги качественно и сытно накормить ребенка? Ну, на 150 тенге, конечно, невозможно накормить ребенка. Это можно дать или стакан сока нормального, или стакан молока, скажем, но накормить качественно невозможно. Скорее всего, это будет какое-то хлебобулочное изделие, которое само по себе уже сегодня мы считаем нездоровым питанием. И единственное, что может быть здесь доплата родителей может быть к этим 150 тенге. То есть отказываться даже от 150 тенге, которые дает государство, ненужно, я полагаю. Но накормить на эти деньги невозможно. А сколько должен стоить полноценный обед, на Ваш взгляд? Питание на сегодняшний день, благоприятное питание, примерно одноразовое, скажем, в виде завтрака или неполного обеда первого или второго, стоимость его будет где-то около 400 тенге. Можно сделать достаточно здоровым это питание. Можно сделать. Давайте поговорим о качестве учебников, которые тоже вызывают множество нареканий. Вспомним хотя бы прошлогодний скандал с кукусией и бутявкой. Сегодня какие-то меры предпринимаются для того, чтобы современные школьные учебники выпускались на качественно новом уровне и как минимум не вызывали смех у родителей, воспитанных еще на старой доброй советской системе. Ну, надо сказать, что, да, советская система, наверное, она действительно была добрая в свое время. И когда в 60-х годах, в 61-м году первый раз космонавт из Советского Союза полетел в космос, все помнят из речения американского президента Кеннеди, который сказал, да, советская система образования переиграла нас. По-моему, Кеннеди тогда был, да? Сегодня мы видим совершенно другую систему образования, мы видим те учебники, которые видим. Они вызывают у нас некоторый протест внутренний, но однозначно должна меняться система образования. Мир меняется, и система образования должна меняться, и учебники должны меняться. Но нужно посмотреть, и кто пишет программу для этих учебников, и кто пишет эти учебники, и как они пишутся. Они пишутся в авральном режиме, буквально за год нужно написать учебник. Несколько типографий у нас печатают учебники. Они имеют свой штат определенный тех, кто пишет учебники. И они, я же говорю, в достаточно очень быстром режиме пишут учебники, которые на самом деле, это должен быть очень кропотливый труд, и целая наука есть учебника ведения. Как написать учебник? Это достаточно сложно. Мы этого не видим. Мы видим то, что появляются, штампуются все новые и новые учебники, которые не успевают адаптироваться. Они зачастую не проходят экспериментальный период изучения. И видим то, что видим. На выпуск учебников выделяются огромные средства. Выходит, что часть из них никуда не годится. Выделяются огромные средства. И вопрос мы этот поднимали. И мало того, до этого года, каждые 4 года, учебники изымались из библиотеки, и утилизировались, и в школу завозились новые учебники. И, например, я в своем запросе сделала такой вопрос о том, что не является ли это просто одним из способов обогащения тех, кто пишет эти учебники, да, и растраты государственного имущества бюджетного. Затем Министерство образования ответили, что больше такого происходить не будет, что учебники изыматься не будут. И мало того, очень многие учебники, теперь все учебники, которые пишутся по новой программе, они уже будут в электронном виде. Уже с этого года учебники представлены в электронном виде, и можно их скачивать и использовать на электронных носителях, а не бумажных носителях. И, конечно, если они будут на электронных носителях, их легче будет исправлять те ошибки, которые там есть. Не надо переиздавать, а просто в электронном виде можно исправить. То есть вот здесь есть некоторые подвижки. В нашем образовании, как и в медицине, наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров. Бывают мнение, что в педвузы идут не самые успешные и перспективные выпускники. Да и на самых разных уровнях говорят о повышении зарплат учителям и о возрождении престижа этой профессии. Безусловно, что-то делается, но особых подвижек пока не видно. В результате чего нам ждать? Того, что через десяток лет наших детей будет просто некому учить? Ну, при нынешних подходах так и будет. Наших детей будет некому учить. Сегодня уже их некому учить. Если бы вы услышали то, что мне говорят директора школ в наших личных беседах или в личной переписке, когда они просто кричат, ну и сегодня даже об этом, и даже на Фейсбуке можно посмотреть, где директора школ пишут объявления, что математики возвращайтесь назад в школу, физики, возвращайтесь, нам некому учить детей. Но вместе с тем они не могут показывать вакансии, когда начинается учебный год. И тогда они записывают, скажем, в свою школу физикам, физика другой школы с тем, чтобы начать учебный процесс. А уж как там они будут исхитряться дальше, это их дело, потому что на самом деле в функциональных обязанностях директора школы записано, что именно он отвечает за кадровый состав. Если он укажет отсутствие в своем штате, в штате школы, например, нескольких специалистов, то он будет за это отвечать. Представляете? Не государство отвечает, а отвечает директор школы. Вот. Поэтому директор-то и не показывает эти проблемы. Но все проблемы эти знают. Но самая главная проблема в чем? То, что действительно низкая заработная плата, при всем при том, что говорят, вот мы на 30% увеличиваем, вот мы на 50% увеличиваем заработную плату. Заработная плата должна быть высокой на начало работы учителя, чтобы он пришел, и первая его заработная плата была на сегодняшний день, ну не меньше 150-200 тысяч. Вот тогда молодежь все-таки пойдет в школу. Желающих работать в школе много, но пойти на 40 тысяч, не каждый может себе позволить, и не каждый просто может это сделать. С 1 сентября столичные школы перешли на подушевое финансирование. Что это даст? Вы знаете, это неплохое решение, но всегда нужно посмотреть детали, как это будет осуществляться. То есть за каждым ребенком в школу пошли деньги. В столичных школах перегруз, в некоторых школах в 2-3 раза. И когда приходит в школу 2500 учащихся, и за каждым учащимся приходят определенные средства, то эти средства аккумулируются в школе. И школа сама может сегодня тратить эти деньги. В первую очередь, конечно, на зарплату, затем на премии учителям, на улучшение материально-технической базы. И если школа перейдет с государственного управления на право хозяйственной деятельности, то тогда школа может аккумулировать средства и даже делать пристройки к школе, строить спортзал новый и так далее. Средства там достаточно приличные приходят в школу. Помимо своей основной обязанности учить, педагогам приходится делать множество бумажной работы. Недавно Министерство образования и науки утвердило перечень документов, которые должны заполнять учителя. Теперь их всего пять. Эта норма действительно выполняется, и учителя на самом деле освободились от бумажной волокиты? Предложение Министерства образования вызывает благодарность все-таки о том, что они понимают, они поняли, и призывает всех остальных понимать то, что учителя нужно разгружать. Однако остаются и другие формы загрузки, когда учитель заполняет данные, как классный руководитель, в национальную базу данных, например, на БД два раза в год. Это огромнейшее количество информации о каждом ученике. Это отчет, который идет где-то до середины сентября, сдается. Там тоже масса данных заполняется и о каждом ученике, и о родителе, и о том, как работает школа, и так далее. То есть каждый учитель над этим работает. Кроме того, учителя мне написали, например, о том, что у них до сих пор нет учебников по некоторым предметам, например, шестые классы. То есть они не видели еще учебники, по которым они будут преподавать. Они не получили учебно-методический комплекс для учителя до сих пор. И это тоже вызывает тревогу учителей, и они вынуждены сами писать все то, что они будут преподавать, причем не видя учебник. С некоторых пор в казахстанскую школьную действительность вошло такое зарубежное понятие, как попечительский совет. В одной только сувероказахстанской области таких советов почти 400. Однако некоторые из них существуют лишь на бумаге, а родители учеников даже не знают о таких объединениях. Разъясните, для чего нужны попечительские советы? Попечительский совет – это новая форма взаимодействия общественности, гражданского общества со школой. И в попечительский совет по положению входят не родители школы, а входит гражданское общество. Кто может входить в попечительский совет? Депутат, работник суда, прокуратуры, медицины, продавец, домохозяйка, любой человек, по сути. Но всего один учитель этой школы может входить в попечительский совет. Один человек. Что они предполагают? Предполагают, когда придет подушевое финансирование в каждую школу. И когда это достаточно приличные средства, значит, попечительский совет будет участвовать в формировании бюджета школы. Не один директор, а вместе с попечительским советом. Попечительский совет предполагается, что он будет участвовать в определении политики школы образовательной. То есть какая это будет школа? Это будет гуманитарная школа, или это будет с углубленным изучением математики, или здесь нужно будет кружки организовать вот такие или другие по разным направлениям за бюджетные средства. То есть попечительский совет – это не та организация, которая собирает деньги. Это та организация, которая помогает школе работать. В Казахстане периодически звучит идея о выборности директоров школ. Будет ли она реализована, и что это изменит? Вы знаете, мы проходили это уже. Это такое явление было как раз перед, по-моему, развалом Советского Союза, где-то в 90-х годах. Предложение такое было, и выбирали директоров. Это не принесло результата. То есть опять это же решал коллектив, и в коллективе иногда выбирали тех директоров, не которые были более квалифицированы, а которые были более удобные. На самом деле директор – это очень важная фигура, вообще не только для данной школы. Это очень важная фигура вообще для государства. Это политическая фигура. Да, директор школы, он формирует политику этой школы, лицо этой школы. И директор школы, тот, кто станет директором, он влияет на судьбу этих детей, и этих учителей, которые работают в школе, очень четко. И поэтому внимание к тому, кто будет директором, во всех государствах, очень серьезная. Сегодня предлагается делать ротацию директоров. Я поддерживаю это. Чтобы директор не находился в школе больше, в мире принято примерно 7 лет. Примерно 7 лет – это максимальный срок. Ну, 4-5 лет. Через этот срок директор либо подтверждает свое нахождение в этой школе, опять, вот, попечительский совет при этом должен участвовать, общественность должна участвовать, директор должен представить план развития школы, что он будет делать в следующие 5 лет, над чем работать и так далее. То есть директор это должен очень четко понимать. И не всегда, когда директор говорит, я в этой школе был учителем, я в этой школе уже 20 лет директором, и вот это просто замечательно. Это не всегда так. Потому что он не видел другую школу, он не знает, как работают по-другому, а может быть, нужно узнать и попробовать что-то новое принести и в эту школу, и в ту школу, куда он придет, может быть, свой опыт принести. И это будет полезно. Со следующего года в школах вводятся трехязычие. Предполагается, что по окончанию учебы каждый выпускник будет владеть казахским, русским и английским языками. Безусловно, что эта идея прогрессивна, но насколько реальна ее реализация, учитывая все тот же кадровый голод и невысокий профессионализм многих педагогов? Идея хорошая, но реализация ее не совсем удовлетворяет всех. Мы знаем, что сейчас уже Министерство образования обучило 12 тысяч учителей, выделяя на эти курсы порядка 600 тысяч тенге на каждого учителя. Это только на курсы. А кроме того, в момент отъезда учителя его заменяет другой учитель, он получает зарплату. Учитель выезжает, ему платят командировочные и так далее. Это большие затраты для государства. Однако после всего этого обучения работает с детьми и преподает предмет на английском всего 800 с небольшим учителей. То есть, да, вот такие вот затраты огромные, а результаты небольшие. Многие учителя, которые ведут физику, химию, биологию, информатику, они, например, даже в школе не учили английский язык. Скажем, учили немецкий, французский или вообще ничего не учили. И сегодня, когда им предлагают за три месяца изучить английский язык и начать на нем преподавать, это просто изумляет. И думаешь, ну как это возможно? А как вопрос трехязычия будет решаться в отдаленных сельских школах? В сельских школах проблема сложнее, потому что там нет просто учителя английского языка, и значит, ребенок не знает английского языка. И как он будет в том же 10-11 классе говорить на английском языке, если он его просто не знает, у него не было учителя, он не виноват в этом. Когда мы выезжали в регионы, вот сейчас летом, я проезжала сель, я поехала именно по сельским местам, и была в одной из сельских школ, я не буду называть, где два года нет учителя физики. Мы сейчас этот вопрос стараемся решить. Я написала письмо в Министерство образования по этому поводу. И то есть это не беда, это не вина директора школы или Акима. Они говорят, мы все дадим, мы жилье дадим, мы все, но никто не едет. Мы уже во все колокола, ну, представляете, два года никого нет. А каком физике на английском, если просто физика нет? Во многом из-за накопившихся проблем в образовании наблюдается отток талантливых детей. Вузы соседних стран, да и дальнего зарубежья с радостью принимают на гранты наших самых перспективных ребят. Можно ли остановить эту утечку мозгов? Я разделяю вашу точку зрения, что это утечка мозгов. Хотя Министерство образования и, скажем, Назарбаев интеллектуальные школы, они имеют другую точку зрения и говорят о том, что это не является утечкой мозгов. Да, а что это вклад в будущее Казахстана примерно лет через 40. Я с ними не очень согласна. Значит, я считаю, что это утечка мозгов. И, конечно, самое дорогое для государства, это вырастить ребенка до 18 лет. Когда государство вкладывает средства в то, чтобы ребенок ходил в детский сад, чтобы он получил бесплатное здравоохранение, значит, его обслуживало, бесплатное образование, ну, каким бы оно ни было, все равно оно у нас хорошее, нормальное образование. И когда ребенок дорастает до 18 лет, когда он уже может создавать свою семью, когда он может дальше работать, когда он может платить налоги, служить в армии и так далее. В это время, значит, Казахстан отдает своих детей, вообще, на самом деле, очень хороших своих выпускников. И буквально, как вы и сказали, за ними охотятся. Мы знаем, сколько вузов России забирает наших детей на бесплатное обучение. Это десятки тысяч наших ребят. Забирают без всяких экзаменов, после собеседования. Дают прекрасное общежитие, дают стипендию. И, конечно, когда молодой человек оказывается в другой стране, оказывается самостоятельным, у него начинается взросление, появляется первая любовь, создается семья, то, скорее всего, этот молодой человек уже не возвращается к нам назад в страну. Это является потерей, безусловно. А мы остаемся с теми детьми, которым государство не додало в свое время, которые не имели возможности получить хорошее образование. Не потому, что они такие, что не могут, а потому, что просто им не дали этого образования. Они остаются в стране. А страна остается без своих лучших учеников. Слышала мнение, что ЕНТ тоже является одним из факторов отъезда казахстанских школьников на учебу в вузы других стран, просто потому, что там нет такого сурового тестирования. Отражает ли ЕНТ, которое в шутку уже называют единой национальной трагедией, реальные знания учеников? Я всегда была противником единого национального тестирования в той форме, в которой оно проводилось. Самое главное – это составление рейтингов по результатам ЕНТ. То есть единое национальное тестирование, вообще любая форма экзаминации, которая проводится при поступлении в вузы, она должна быть отделена от школы. Наконец-то Министерство образования это сделало. Но когда проводят рейтинги и когда школе говорят, что результаты ЕНТ будут показывать ваше лицо, то, конечно, школа натаскивает, готовит именно к ЕНТ. И тогда вся школьная программа не проходится. И ученики говорят, вот я, будучи директором, например, получала такие заявления, мы не будем ходить на химию, потому что она нам не нужна, мы ее не сдаем на ЕНТ. Мы там получим какую-нибудь тройку, но зато мы будем готовиться к ЕНТ по пяти предметам, и мы все сдадим. И иногда получалось так, что на ЕНТ побеждал тот, у кого хорошая память, у кого не творческое креативное мышление, а такое прямолинейное мышление. Они побеждали. А те, у кого креативное мышление, кто творческий, он не может зазубрить эти цифры, не хочет. То есть он даже их не хочет зубрить. Они просто уезжали в другую страну и сдавали, и без экзамена поступали. Это прибалтийские вузы, приглашали наших детей. Я знаю, американские вузы охотятся за нашими детьми, российские и так далее. Некоторые общественники и психологи связывают с ЕНТ еще и случаи школьных суицидов. Это действительно так? Да, до недавних пор цена вопроса единого национального тестирования была очень высокой. И то ожидание, которое возлагали родители на ребенка, говоря, вот ты сдашь ЕНТ, и ты бесплатно будешь дальше учиться, и ты обязан, и ты там еще что-то. И вот эти чувства вины, когда что-то ребенок не мог выполнить, он чувствовал, что он не может оправдать доверие. Некоторые дети не справлялись с этим. Я думаю, что это является причиной некоторых суицидов. Сможем ли мы отказаться от ЕНТ в ближайшие годы? Единое национальное тестирование, с другой стороны, это вопрос того, как можно бороться с коррупцией тоже. То есть здесь палка о двух концах. И вот то, что сегодня предложило Министерство образования, это нормальное явление, когда ты можешь пойти сдать экзамены ЕНТ, и затем поступить учиться на грант. Сейчас уже ажиотаж спал. Вот уже в этом году второй год проводятся раздельные экзамены по выпуску и экзамены по ЕНТ. И ажиотаж спал, и стало проще сдавать. В последнее время все чаще говорят о детской жестокости в школах и об усилении роли школьных психологов. Но такие специалисты есть далеко не в каждом учебном заведении. Как, на Ваш взгляд, детям и родителям самостоятельно бороться с буллингом? Знаете, я, работая в школе, не видела такого заточенного буллинга, чтобы какое-то преследование детьми детей было. И говорить о жестокости детей я тоже не могу. Я не вижу такой жестокости детей. Но я хочу сказать, что психолог нужен. Но заработная плата психолога всего 36 тысяч в тенге. Это до вычета. А когда у него вычтут еще деньги, то получится у него где-то около 30 тысяч на руки. Поэтому, конечно, не в каждую школу пришел такой специалист. И, безусловно, нужно помогать родителям. Вот раз вы спрашиваете о родителях, нужно рассказывать им, как распознать в своем ребенке агрессора. Потому что это тоже может быть. И как реагировать самому родителю. И как реагировать тому родителю, ребенок, которого попал по такой агрессии. То есть над этим нужно работать. И такие знания нужно давать педагогам и в пединституте, и в педучилище. И, конечно же, нужно иметь школьного психолога и не одного, чтобы можно было консилиум провести школьным психологам. И целую психологическую службу организовать. Поговорим о частном школьном образовании. Сегодня на его долю приходится всего 1%, тогда как на Западе этот показатель достигает 29%. Надо ли развивать этот сегмент в Казахстане? Мы без частного образования просто не обойдемся. Сегодня только в Астане нужно для того, чтобы разгрузить школы, построить около 50 школ. Эту миссию могут на себя взять частные школы с удовольствием. Но в частные школы нужно точно так же направить подушевое финансирование, как отправляют в государственные школы. И такую же поддержку частным школам нужно организовать. И в организации повышения квалификации бесплатного. И в обеспечении учебниками. Потому что частные школы выполняют задачу государственных школ. Но только не получая ни копейки помощи от государства. В среднем стоимость годового пребывания в частной школе колеблется в пределах 900 тысяч тенге. Но есть рекордсмены обучения, в которых доходит до 6 миллионов тенге в год. Оправданы ли такие родительские затраты? Я думаю, во многих случаях оправданы. Вот те школы, которые ныне построены, новые школы, как Хеллиберри, как Гарденскул в Астане, они очень хорошо оснащены, это стоит очень дорого. Они в основном находятся в аренде, это высокая аренда. И там очень высокого класса преподаватели. И, конечно, ученика делает учитель. Как вы относитесь к идее хомскулинга? Я считаю, что это неплохая идея. Потому что сегодня уже очень много детей учатся на дому. Как бы ни говорили, есть эта форма, нет ее, нет на самом деле. И на самом деле есть четкое определение в Конституции, что ребенок обязан посещать школу. А многие нарушают этот закон и обучаются дистанционно, обучаются на дому. А когда уже это явление есть, нужно его легализовать и понять, что с ним делать. Сторонники альтернативного образования говорят о вполне ощутимом экономическом эффекте. Потому что если часть учеников разойдется по домам, разгрузятся и государственные бюджеты, забитые под завязку классы. Может быть, хомскулинг действительно решит хотя бы часть накопившихся в системе проблем? И Министерство образования стоит всерьез подумать над этой темой? Этот вопрос однозначно требует серьезного изучения и помощи тем родителям, которые решили самостоятельно обучать детей. Потому что некоторые родители понимают хомскулинг, как родитель говорит, я сам могу обучить ученика по всем предметам. Я глубоко в этом сомневаюсь. Я являюсь биологом и географом, например, и не думаю, что каждый учитель знает так биологию и географию, как я ее знала на определенный период, к примеру. То есть родитель говорит о том, что он выберет те предметы, которые он считает нужным для ребенка или не считает. Поэтому сегодня Министерство образования очень серьезно нужно озаботиться этой проблемой и обозначить, что нужно делать, когда родители решили обучать ребенка на дому, чтобы он получил всю массу знаний, которые необходимо знать. Самой лучшей моделью школьного образования считается финская. На ваш взгляд, что Казахстан мог бы подглядеть у финнов, чтобы сделать наши школы эффективнее? Финское образование – это образование, которое дают очень высококлассные специалисты. В Финляндии учителем может стать лишь тот, кто входил в 10% самых лучших выпускников школы. Если ты входил в 11%, ты уже не можешь поступать в педагогический вуз. И затем идет очень большой серьезный отбор при поступлении в школу. И когда такой высококлассный специалист приходит в школу и работает с детьми, в очень комфортной обстановке, без давления на учителя, без очень жесткой регламентации, как вести урок. То есть ему говорят план о том, какие должны получить знания ученик, каким должен быть ученик на выходе, а уж как ты придешь, тебе доверяют как учителю самому. Учитель может работать творчески, в неперегруженном классе, работать в одну смену. У учеников всего 4-5 уроков, у них нет домашнего задания, они не перегружены, они любят школу, у них нет оценок. Это все можно взять, но только тогда, когда не будет перегрузки в школе. И когда учителя у нас будут, вот и 110% лучших выпускников школы. Уже в этом году некоторые столичные школы будут отданы в управление бизнесу. Ожидается, что опытные предприниматели сумеют оптимизировать школьные процессы и вывести вялотекущее образование на качестве на новый уровень. Чем закончится очередной школьный эксперимент, покажет время. Между тем, только в этом году за парты сели более 350 тысяч первоклассников, будущее которых зависит в том числе и от нынешних образовательных реформ.